Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как христианство относится к прозвищам? Вообще-то прекрасно относится. Мы все как-то называемся, и даже Господь Иисус Христос, Бог воплотившийся, благоволил, претерпев обрезание и получить наименование имя Иисус, что празднуется человечеством каждый год как обновление времен и Новый год. Он как раз связан с наречением имени Иисуса. Но я понимаю, что в данном случае вопрос не о имени, которым мы нарекаемся, и который в практике православной берется из святцев, из имен одного из православных святых, который уже со времени нашего наречения, его именем в таинстве крещения, уже и становится небесным нашим покровителем, которого мы уже именуем своим небесным заступником. День его памяти относится к нам как к именинникам, и поздравление получает не он, в честь которого мы названы, а мы за то, что названы в честь него. Но речь идет, видимо, о добавлениях к имени, когда какими-либо краткими, но емкими иногда кличками или прозвищами награждают нас иногда близкие, иногда дальние, иногда благодатными и соответствующими нашим особенностям, а иногда просто обидными, а то и просто оскорбительными и даже подсудными. Потому что за некоторые клички, которые обращает один человек к другому, пострадавший может и в суд подать. Так что, несомненно, прозвище прозвищу рознь. Вспомним пример Господа, который, призывая учеников своих, к их именам, данным родителями, прибавлял свое. Например, апостолов Иакова и Иоанна назвал прозвищем Вуанергес, сына Громова, ибо им надлежало потрясти вселенную благовестием. Симона, сына Ионина, провозгласил он и нарек Петром, камнем, ибо надлежало на исповедание Иисуса Христа, сыном Божьим, воздвигнуть церковь. А исповедание это от лица апостолов произнес Симон. Конечно, эти наименования, эти прозвания, которыми Господь вознаградил своих ближайших учеников, имеют свое продолжение. В церковной практике предподобный Иоанн именуется не только Иоанном, но еще и лествичником ради великого труда книги «Лествица», ставший христоматией нравственного богословия и борьбы человека с грехами, философ за некоторыми из христовых учеников, бывший варвар или узорешительница Анастасия. Это и есть прозвища, которые отражают служение человека. И в них не только нет ничего обидного, но и, напротив, есть полезные указания для последователей Христа, как брать уроки благочестия и чему подражать в опыте предшествующих нам христиан, святых отцов и матерей Церкви. В народе тоже распространены наименования от человека к человеку, даваемые кроме его имени, о чем замечательно размышляет Николай Васильевич Гоголь в романе «Мертвые души». Когда Чичиков расспрашивает об одном из помещиках, то слышит народное определение о нем. «А, заплатной, заплатной». И это точное определение Плюшкина становится поводом для некоторого лирического отступления, в котором рассуждает Николай Васильевич о том, как замечательно народный язык умеет припечатать человека, столь явно находящегося во власти порока сребролюбия, жадности, так что, говорит, и при жизни он никогда не отмоется от этого наименования, и после смерти оно за ним пойдет. Так что эти определения точного народного языка как прозвище кому-либо даваемое также имеют некоторое нравоучительное значение с тем, чтобы, например, не повторять подобного образа жизни и этих нравственных ошибок другим, тогда как увидят жадину в облачении этим недобрым и обличительным прозвищем. К сожалению, существует целая куча всяких кличек, погонял, которыми в поддержании какого-то криминально-уголовного духа и в жизни обывателей нарекаются люди. И это как раз относится к другой области наименований, унизительных, оскорбительных для человека. Такие клички, которые унижают и оскорбляют человеческое достоинство, являются прежде всего проявлением глубокого повреждения тех, кто их напечатлевает на человеке, являющемся образом и подобием Божьим, кто забывает о достоинстве всякого ближнего. И таким образом и сам нарицатель такими кличками. И эти клички являются уже миссией сатаны. Они уже отражают поврежденность глубокую того, кто обзывает человека. И тот, кто обзывается, тот сам так называется. То есть действительно, давая нечистые клички людям, человек обнаруживает нечистоту собственного сердца. Поэтому законно может быть признан сам повинным пред Господом за это унижение человеческого достоинства. Потом мы будем разбираться в том, как и во имя чего нарекается в дополнении к своему имени человек. И посодействуем по возможности в том, что от нас зависит, тем, чтобы недобрые клички не звучали в отношении людей из наших уст. И напротив, добрые и полезные наименования жили и обучали, располагали к свету тех, кто их слышит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok